Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Пресвятитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 марта. Житие преподобного Отца нашего Василия Нового. В десятый год царства неблагочестивых царей греческих, льва мудрого и брата его Александра, сыновей императора Василия Македонянина, некие магистряне возвращаясь из афийской страны, куда они были постыны по царскому повелению, и, проходя мимо одной пустынной горы, увидели ходившего по ней человека, покрытого худым рубищем и видом весьма необычайного и даже страшного, потому что он вырос в пустыне вдали от людей. Император Лев VI Мудрый занимал византийский престол с 886 по 911 год. Император Александр был соправителем Льва Мудрого царства с 866 по 912. Василий I Македонянин был византийским императором с 867 по 886 год. Магистряне – это придворные должностные лица, занимавшие важнейшие должности при царском дворе. По положению своему они стояли выше патрициев. Удивившись странному зраку его, магистряне погнали за ним и схватили его, потом, думая, что это лазутчик, между тем, как на самом деле это был блаженный Василий, о житии которого мы повествуем. Они связали этого дивного мужа и повели за собой в царствующий град Константинополь. Представь перед царями, магистряне поведали им о схваченном в пути человеке. Тогда царь Лев, увидев святого, повелел подвергнуть его допросу, и поручил некоему Патрицию, Самону Огорянину по происхождению, расследовать, кто он, откуда и как ему имя. Самон ввел человека Божия в свой дом. Затем, воссем на судилище, окруженное советниками, с подобающим его сану величием, он повелел представить ему блаженного Василия. Представь перед патрицием, святой не воздал ему чести и поклонения. Патриция же спросил его, кто ты и откуда, и как тебе имя. Но блаженный ответа не дал ему, и молча стоял кроткими очами, смотря на судью своего. Тогда Самон снова спросил его, возвести нам, откуда ты? Это святой ответцов. Лучше ты сам скажи, кто ты и откуда. И сказал ему Самон, спрашиваем мы тебя, и ты должен отвечать нам, а кто я, о том тебе не следует вопрошать. Впрочем, если ты так уже хочешь знать о мне, кто я такой, то я скажу тебе, я Самон Патриции Старейшина Кувикулария, ныне царствующих самодержавств. Теперь скажи ты мне, кто ты и откуда, и чем занимаешься? Блаженный ответил, я один из пришлицов и странников, обитающих на земле. И так правильно говорят о тебе, что ты лазутчик, пришедший для осмотра греческой земли, спросил святого Самон. На это преподобный ничего не ответил ему. И многие из присутствовавших на допросе понуждали его к ответу, говоря, кто ты? Но святой им не отвечал ничего. Тогда Самон повелел принести железные прутья, сухие воловьи жилы и другие наводящие ужас орудия пытки. И все это для устрашения святого разложили перед ним в надежде, что он устрашится мук и расскажет о себе. Но преподобный, увидев все эти страшные орудия, не обмознулся ни единым словом. Тогда Патриций повелел разложить блаженного Василия на земле и бить его воловьими жилами, вопрошая, кто ты? Испытывая жестокие удары, преподобный не нарушил своего молчания и терпеливо сносил все мучения. А истязатели били его до тех пор, пока им не показалось, что он должен скоро умереть. Поэтому, взяв святого как бревно, немогущее двигаться, они понесли его и ввергли в темницу. На другой день Патриций Самон, этот зверь неукротимый, воссел на судилище и повелел снова привезти их к себе узника. Посланные за блаженным Василием нашли его вполне здравым и невредимым, стоящим в ожидании их вне темницы, хотя двери темницы оставались запертыми. Удивленные, они стали спрашивать святого, «Поведай нам, как ты вышел из темницы, двери которой крепко заперты, накрепко!» Но блаженный ответа не дал, и молча пошел за ними, чтобы предстать перед лицом Патриции. Тогда некоторые из постных за святым Василием пошли вперед и рассказали обо всем случившемся Самону, как нашли они блаженного вне темницы, хотя затворы ее были целы. Самон и все бывшие с ним удивились, услышав рассказ их, и не поверили им. Некоторые же говорили про святого, что он бог, и сотворил такое чудо, сила и волшебство. Между тем блаженный предстал перед Патрицием Самоном, и Самон снова начал допрашивать его настойчиво и долго, всячески понуждая его сказать, кто он и откуда. Но преподобный продолжал хранить молчание и не давал Патрицию ответа. Сильно разгневался на святого Самон и повелел снова растянуть его на земле и нещадно бить палками, доколе он не расскажет о себе и своем происхождении. И били они святого долго, так что сломали шесть жезлов, но не могли вынудить у него признания. Блаженный Василий доблестно претерпевал все мучения, не нарушая своего молчания, ни единым словом, так что все дивились неизреченному терпению и молчанию его. Патрицием же Самон произнес при этом, «Знаю, что этот саглядатый надеется впоследствии величать и говорить, молчанием победил их. Но я готов поклясться жизни самодержацев наших, что не попущу ему хвалиться и надругаться над нами». Сказав это Самон, повелел снова отвезти преподобного в темницу и в течение всей последующей недели бить его, налагая каждый день триста ударов плетьми и триста палками. Блаженный же Василий терпеливо сносил все мучения, скрывая в тайне доблестные подвиги свои и не желая рассказывать другим о своей подвижнической жизни. Ибо от юности он стал иноком и поселился в пустыне, в которой скитался много лет, проводя в суровых пустынических подвигах жизнь свою, питаясь только злаками и коренями, ходя постоянно босым и покрываясь худым рубищем. А такой добродетельный и полный подвигов жизни святой не хотел никому рассказывать. И потому-то на все вопросы Патриция Самона об образе жизни его отвечал молчанием, памятая по велению небесного владыки сказавшего, «Да не знает левая рука твоя, что творит правая твоя!» Ибо всякий, кто обнаруживает перед людьми добрые дела свои, приемлет на земле мзду свою в похвале от людей, а вечной и небесной славы лишается. Кто же желает достигнуть вечной награды, тот должен утаивать от людей свою добродетель, если не оцененный людьми он подвергнется от них поруганием и даже истязанием, то и в таком случае он должен молча и терпеливо сносить злобу людскую. Тогда он воистину заслужит наименование мученика. Все это сделал преподобный Василий, и желая получить славу не у людей, но у Бога, терпеливо переносил причиняемые ему жестокие страдания, не желая выдавать своей тайны. По прошествии недели в течение коя святой ежедневно был подвергаемым ударам, по тридцать сам он, видя, что блаженный остается непоколебимым и не открывает своего имени и происхождения, снова воссел на судилище и повелел привести к себе преподобного. И когда тот пристал перед ним, сам он гневно посмотрел на него и сказал, «Нечестивейший из людей, доколе ты будешь таить от нас? Скажешь ли ты мне, кто ты и откуда?» В ответ на это святой сказал, «Нечестивейшими подобает называть тех, кто подобно тебе творит в тайне садомские дела». Садомские дела — это различные противоестественные пороки. Называются они садомскими от известного города Садома, сожженного и истребленного небесным огнем, потому что в этом городе были особенно распространены эти пороки. При таком обличении от преподобного Самон смутился и испытывая великий стыд и срам перед всеми бывшими там. Затем, возгоревшись неукротимой яростью и гневом над святого, повелел принести ремни, скрутить преподобному руки назади, веревками крепко обвязать ребра его, протянуть к ним правую ногу, притянуть ногу святого и в одном крытом помещении повесить его на перекладине вниз головою. В двери же помещения того он запер и запечатал своим собственным перстнем и оставил преподобного висеть, пока не назовет своего имени и происхождения. Все бывшие там в душе сожалели о блаженном Василии, и раптали на Самона, называя его окаянным и порицая его за причиняемые им мучения, ни в чем не повинному человеку Божию. Три дня и три ночи висел на перекладине святой Василий. На четвертый же день нечестивый мучитель Самон отворил двери храмины, в которой находился мученик, и пришедший к нему увидел, что лицо его спокойное и светлое, как будто он не испытывал никаких мук. Удивленный Патрисий спросил блаженного, «Что же ты не говоришь мне, кто ты и откуда? Разве страдания не вразумили тебя?» Преподобный и на этот раз ничего не ответил ему. Тогда мучитель повелел снять его и освободить от ремней и веревок, которыми он был связан, будучи разрешен от всех пут святой благодатью Христовой мгновенно исцелился от всех ран и повреждений своих и стал совершенно здоровым. Все, видевшие это преславное чудо, удивлялись и недоумевали. Непчестивый же Самон, также пораженный случившимся, в ослеплении воскликнул, «Не говорил ли я, что человек этот волк и волшебник? Ведь он, несмотря на все мучения, какие достойно воспринял от нас, остался здравым и невредимым. Но все-таки я скоро разрушу волшебную силу его. Призовите ко мне надсмотречка за зверями». И когда тот пришел, Самон сказал ему, «Выбери самого свирепого льва и сегодня не давай ему обычной пищи, чтобы завтра утром он был голоден. Тогда увидим мы, одолеет ли свирепого зверя этот волшебник?» На другой день утром множество народа собралось к назначенному зрелищу. И вот выпустили огромного свирепого льва, громко рычащего от голода. Привели туда и блаженного Василия и бросили ко льву на съедение. Но дикий зверь, увидев святого, затрепетал. Затем подошедший к нему покорно лег у его ног и лежал, как незлобивый агнец. Так что все дивились и в ужасе взывали, «Господи, помилуй!» Преподобный же, наклонившись к лежащему ног его льва, погладил его правой рукой, а потом, взяв его за ухо, вывел вон, громко возглашая, «Вот агнец ваш! Вот агнец!» Нечестивый иноплеменник Самон не был, однако, вразумлен этим дивным чудом и не захотел признать, что мучимый им человек есть святой угодник Божий. Продолжая упорствовать в своей ярости против блаженного и истощить все средства, дабы вынудить у него признание, Самон повелел слугам своим ночью потопить его в море. Те так и сделали. В третью стражу ночи они посадили мученика в ладью и, отплыв от берега, ввергли его в море, а сами возвратились назад. Но Бог, хранящий святых своих, не попустил блаженному погибнуть в пучине морской. Когда только его ввергли в море, тотчас же два морские дельфина по изволению Божьей подхватили преподобного на свои хребты и вынесли на берег называемый Евдон предместья Константинополя, где и посадили его на суше. При этом руки и ноги святого разрешились от пут, с которыми они были связаны, и он беспрепятственно поднялся на ноги и пошел к городу. Но так как золотые ворота города, в которые вошел святой, были еще не отворены, то он присел около них, намереваясь немного отдохнуть. В это время подошел к золотым воротам один человек по имени Иоанн, одержимый лихорадкой. Стеная и трясясь от болезни, он сел близ святого Василия. Блаженный жалился над ним, возложил на него руки и, помолившись, Господа исцелил его. Почувствовав себя исцеленным, человек подпал к ногам преподобного и начал молить его, чтобы он пошел с ним в дом его. Святой Василий с радостью исполнил его просьбу, хотя исцеленный был из самых бедных и незначительных граждан Константинополя. У Иоанна была жена по имени Елена. Вместе с ней он с любовью принял преподобного в дом свой. Когда же настало время обеда, они предложили ему трапезу, и все ели с весельем. За трапезой Иоанн рассказал жене своей, как исцелил его блаженный призыванием имени Христова. И она сильно возрадовалась о таком гости, ибо она была христолюбива и страннолюбива и проводила жизнь в свою страхе Божьем. Потому-то она и радовалась, что сподобилась принять в дом своего угодника Божия. Иоанна и Елена начали умолять святого, чтобы он сказал им, кто он и откуда. Но святой ответил, кто я и откуда, об этом пока не следует говорить. После вы узнаете об этом, а теперь отпустите меня помолиться в монастырь нерукотворенной иконы Пресвятой Богородицы, изобразившейся сама собою. Сказав это, он встал и в сопровождении Иоанна отправился в монастырь Пресвятой Богородицы на молитву. По окончании же молитвы, уступая настойчивым просьбам Иоанна, святой возвратился в дом его. Тут Иоанн и подруга его снова начали умолять Блаженного, неотступно досаждая ему, чтобы он поведал им о себе. Тогда святой Василий сказал, «Я тот, кого Патриис и Самон ввернул в глубину морскую. Господь мой Иисус Христос, которому я служу от юности, извлек меня из глубины, ему одному ведомым образом и сохранил невредимым». При этом Блаженный поведал, что он нарицается Василием и по порядку рассказал обо всем, что претерпел он от нечестивого и жестокого мучителя Самона. Слушая рассказ Блаженного Василия, Иоанн и Елена удивлялись и вместе с тем припоминали о святом все, что им известно было раньше. Ибо слух о том, как мучил преподобного Самон и как он не мог сделать ему никакого зла, прошел по всему городу. Затем они стали умолять преподобного, чтобы он остался жить у них в доме. И эта просьба была угодна Блаженному Василию. Иоанн и Елена приготовили ему особую келью для молитвы и в ней поставили светильник. И здесь святой начал высылать Богу свои обычные моления. Кто может рассказать нам об этих молитвенных подвигах преподобного, о том, сколько слез он пролил в своих молениях к небесному владыке? Кто мог сосчитать все его колено преклонения? Кто поведает нам о его всеночных бдениях, ибо он постоянно проводил ночи без сна? Кто изобразит нам добродетельный и полный подвигов жизни его? Подобно столпу непоколебимому, преподобный был неуклонен в добродетели. Никогда не гневался, кроток был, как Моисей или Давид, тих и скромен, как Яков, и милости в боли Авраама. Ибо Авраам раздавал милостыню от многих богатств своих, а блаженный Василий благодетельствовал нищим от своего убожества, переносимого ради Господа Бога, и все, что приносили ему христолюбцы, тотчас же раздавал неимущим. Во время обитания преподобного Василия, у названного выше христолюбца Иоанна, к нему начали по прошествии немного времени приходить люди, одни ища душевные пользы, другие же приносили к нему недужных, чтобы он исцелил их. Преподобный, возлагая на больных руки свои и творя молитву, исцелял больных благодатью Христовою. В течение времени имя святого сделалось славно во всем царствующем граде, и многие приходили к нему не только из простого народа, но и от именитых граждан и вельмож. Наряду с даром чудотворения святой имел также дар прозрения и провидел тайные дела всех приходящих к нему, как добрые, так и злые. Обличая наедине грешников, он многих наставил к покаянию, предвидел преподобные будущее и пророчески предсказывал о нем, что ясно будет видно из дальнейшего повествования. В 911 году скончался византийский император Лев Мудрый, а следом за ним в 912 году умер и брат его император Александр. По смерти их царства наследовал сын Льва Константина, называемый Багряна Родным, вместе с матерью своей Зоейю. Так как новый царь при своем вступлении на престол был еще малолетним отроком, то охрана царства и управления им была поручена цареградскому патриарху Николаю и Куропалату Иоанну, прозванному Горида. Патриарх Николай I занимал Константинопольскую патриаршую кафедру два раза. Первый раз с 895-906 и с 911 по 925. Куропалат начальник дворцовой стражи. Это был довольно видный сановник при дворе византийских императоров. Они-то и являлись действительными правителями царства до тех пор, пока юный царь не достигнет совершеннолетия. Между тем на страну греческую напали варвары. Захватывая область за областью, они подошли уже близко к Константинополю и опустошали землю вокруг него. И не находилось никого, кто бы мог собрать войско, вступить в битву с угрожающими столицей варварами и остановить их опустошительное нашествие. Все царство греческое пришло в великое смятение. Народ же начал громко роптать на патриарха Николая, обвиняя его, что он недостаточно радеет о пользе веренного ему царству. Тогда патриарх, посоветовавшись со всеми вельможами, написал письмо к восточному воеводе Константину Дуке, призывая его прийти в Царьград и разделить скипетр с молодым царем, чтобы в то время, когда Константин Багрянародный будет, как малолетний, воспитываться в царских палатах, Константин Дука, как муж сильный и храбрый в бронях, ополчался бы против врагов империи. Ибо муж тот воистину был весьма храбрым и непобедимым воином, которого страшно боялись все сражавшиеся с ним иноплеменники. По неоднократному свидетельству их они часто видели огонь, исходящий от оружия Дуки, и от ноздрей коня его огонь, который устремлялся на них, опалял и прогонял их, так что невозможно было устоять против этого полководца, которому поборал сам Бог. Сам Константин Дука тоже не таил благодати Божией, дарованной ему, и рассказывал про себя следующее. Однажды в моей юности, говорил он, когда я спал, предстала передо мной некая пресветлая жена, одетая в царскую багреницу. При ней был огненный конь, а на коне находилось тоже огненное оружие. И убеждала меня жена вооружиться тем огненным оружием и сесть на коня. Я сначала боялся и не хотел исполнить ее просьбу, но потом послушался. И когда я сделал то, к чему она побуждала меня, тогда она сказала, «Пусть чувствует перед тобой страх и трепещут все враги Божии, и дорастают, как воск от лица твоего, хулителя сына моего». Сказав это, светлая жена отошла от него. Так рассказывал себе муж тот, которому патриарх отправил послание, призывая его на царство. Когда пришло к нему это патриаршее послание, он всячески стал отказываться от предлагаемой ему чести, считая себя недостойным такой высокой чести власти. Но от патриарха и от Синклита пришло к нему другое послание, призывающее его на царство. Тогда Константин Дука отписал к ним, «Не должно мне равняться с господином моим и помазанником Божьим царем, хотя он и юн по возрасту. При том же боюсь я, нет ли в предложении вашем чего-либо коварного, и не желаете ли вы погубить меня?» Повысил от него это письмо, патриарх и все вельможи отправили к нему третье послание, и в нем каждый из них написал особо от себя присягу, в которой клялся древом честного уже творящего креста Господня, что без всякой лести и лукавства, но искренно и от сердца призывает его к соцарствованию с юным царем. Тогда, поверив к клятвию их, Константин Дука отправился со всеми домашними своими в Царьград и был со славой встречен вельможами и всеми жителями города. Было раннее утро, когда воевода пришел в город. Только что поднялось его, сияло солнце, и вдруг явилось недоброе знамение, предвозвещающее Константину Дуке смерть от руки убийцы. При полном солнечном сиянии стал капать небольшой дождь, и капли от дождя, падающие на землю, имели кровавый вид. Между тем патриарх Николай и советники его, узнав о торжественной встрече, какую устроил славному воеводе Константину Дуке весь константинопольский народ, переменили свое первоначальное намерение и затворили перед ним ворота дворца царского, не желая допустить его к царю и его матери. Тогда Константин Дуко поставил свой шатер на площади перед ипподромом, и сюда стали ежедневно приходить многие вельможи и граждане, поклоняясь славному воеводе, как своему царю и повелителю. При этом некоторые из преданных новому императору, вельможи, знавшие блаженного Василия и питавшие к нему великую любовь, по одному приходили к нему и вопрошали, чем кончится возникшее дело. Святой с плащем возвестил им, что не пройдет и трех месяцев, как кровавая смерть постигнет и вновь избранного на царство императора Константина Дуку и всех приверженцев его. Возвещая такой исход, дело блаженный горько и неутешно рыдал до изнеможения. После такого ответа со стороны святого, вопрошавшие его вельможи затворились в домах своих и безвыходно оставались в них, со страхом ожидая предсказанного конца. К святому же Василию опять пришли с намерением узнать будущее двое вельмож. Это были два единоутробные брата, оба носившие сан протоспофарию. Пришедшие к блаженному, они спросили его, что будет потом с нами, если мы сделаемся сторонниками новоизбранного царя и станем приходить к нему на ипподром. Не ходите туда, чадо, со слезами ответствовал им святой. Если вы присоединитесь к нему, то один из вас будет убит, усеченный мечом, а у другого отрежут нос и уши, и он на всю жизнь свою останется посмешищем для всех видящих его. Но братья пренебрегли предсказанием святого. Пошли на ипподром и присоединились к вновь призванному царю. По прошествии двух месяцев Константин Дука увидя, что он обольщен и поруган патриархом и всем синклитом, стал совещаться с приверженцами своими, как бы добиться престола царского, на который он был призван. При этом добродетельный воевод не захотел употреблять в дело насилия, как храбрый полководец, которому было привержено все войско и множество народа. Он мог бы силой сокрушить все затворы и зайти на престол царский, или же мог обложить со своим войском стены города и не пропускать в него никаких съедобных припасов, чем заставил бы патриарха и весь синклит против воли признать себя царем и открыть доступ к царскому престолу. Но, будучи мужем благочестивым и богобоязненным, Константин не захотел, чтобы из-за него претерпел кто-нибудь бедствие, голода, а также не желал добиваться трона кровавым путем. Поэтому, возлагая все упование свое на Бога и продолжая еще верить к крятве патриарха и вельмож, он повелел своим приверженцам, выломав только одни ворота, мирные и без всякого оружия, отправився вместе с ним в царские палаты. Благочестивый воевода говорил при этом, «Если нас примут кротко, то значит мы хорошо делаем, достигая своей цели без кровопролития и насилия. Если же нападут на нас и убьют, то они дадут за нас ответ перед Богом, так как сами они усиленными просьбами и клятвами прерстили нас, хотя мы и не добивались предложенного мне достоинства». Сказав это, Константин Дука заставил приверженцев своих поклясться, что ни один из них не держнет вынуть меч из ножен или натянуть стрелу на луки против нападающих на них. «Что бы ни пролилась из-за меня», — добавил он, «не единая капля христианской крови». Приверженцы Константина с клятвой обещались повиноваться этому повелению своего вождя. И выломав медные ворота дворца царского, так как иначе нельзя было проникнуть в двор его, мирно, без всякого оружия пошли к царским палатам под предводительством благочестивого мужа сего Константина Дуки, который также был безоружен. Во время как они безоружные шли, направляясь к палатам царским, нарочито поставленные патриархом стрельцы, вдруг напали на них, и, выпустив множество стрел, многих ранили. Одним из первых пострадал сам доблестный воевода Константин Дука, шедший впереди. Он получил тяжелую рану в ребро пониже правой руки. Застонав от раны, Дука упал на землю. При виде этого собранные в большом количестве дворцовые оруженосцы устремились с обнаженными мечами, находящих мирно, и начали сечь их, как стебли растений. Таким образом они убили Константина Дуку, сына его и многих других, тех же, которые обратились в бегство, они схватили живыми, и тотчас же казнились всех различным образом. Одних растекали пополам, других повесили на деревьях перед городскими воротами, а у иных урезали носы и уши и подрезали жилы. Так погибли тогда с Константином Дукою до трех тысяч неповинных ни в чем мужей. Вместе с другими пострадали также и те два брата Протос Пафария, которые приходили за советом к блаженному Василию, притом так именно, как предсказал преподобный. Один из них был усечен мечом, а у другого были урезаны нос и уши. Окончив кровопролитие, воины отсекли головы у убиенного Дуки и сына его и отнесли их к патриарху Николаю и его советникам. Патриарх щедро одарил убивших Константина и повелел носить на копье по всему городу главу убиенного, на поругании ей, а тела всех других пострадавших с ним выбросить в море. Такое беззаконное кровопролитие совершилось тогда в Константинополе и осквернился город пролитием крови неповинно убиенных мужей, которая, как кровь Авелева, пияла к Богу от земли. Ибо не отмечая на племенных врагов над руки единоверных и единомысленных соплеменников бывших друзей и братьев, погиб, сделавший жертвой коварства, сильный воевода Константин Дука, нареченный царем, этот прославившийся своей храбростью воин, угодный Богу и любимый народом. Но поруганный и осмеянный сильными миры сего, Константин Дука прославлен Богом. Праведная душа его, равная и души всех пострадавших с ним, были унесены ангелами в небесные обители и вселенные на лоне Авраама. Об этом явно свидетельствует следующее чудесное знамение. Пока тела повешенных с подвижников Константина висели на деревьях, по ночам, видимо, были звезды, сходящие на них и ярко сиявшие над головами их до самого солнечного восхода. Этим знамением явлено было, что все они пострадали неповинно, и что души их в награду за мученичество во дворенных селениях святых. Все это предсказали мы, пересказали, чтобы представить примеры пророческого предвидения преподобного отца нашего блаженного Василия. Ибо все, что предвозвестил он, то и сбылось. А расскажем и о других событиях, при совершении коих обнаружился этот дар предвидения, свойственный преподобному. Соправителем юному царю Константину Багрянародному избран был Патрицией Роман. Разумеется, Роман I, царствовавший совместно с Константином VII с 1919 по 944 год, которого и венчали на царство. Когда император Константин пришел в возраст, Роман дал ему в супружество дочь свою Елену. Помимо Константина у Романа был другой зять, некто Саранит, саном Патрицией, человек гордый и властолюбивый, величающийся богатством своим и знатностью своего рода. Он затаил сердце в своем лукавое намерение погубить царя Константина и восхитить скипетр царский. Близ палат Саранита находился дом, названного выше Христолюбца Иоанна, у которого обитал преподобный Василий. Провидя прозорлими очами лукавое помышление Саранита, преподобный сказал, как бы разговарив сам с собой, Василий, обрати внимание на всего окаянного нечестивца, который в сердце своем замышляет богопротивное. Но вот я пойду и облечу его. Может быть, он покается и оставит свое безумное намерение. И вот когда однажды Саранит с обычной пышностью выехал на коне из дома, направляясь к царскому дворцу, святой стал на дороге и громко начал возглашать, обращаясь к Патрицию. «Зачем ты замыслил в сердце в своем злое дело против помазанника Божия? Тебе нет доли в жребии царском, и так не трудись напрасно, чтобы не прогневался на тебя Господь и не отнял у тебя даже патрицианское достоинство, которое ты имеешь». Слыша такое обречение святого, Саранит распалился против него великой яростью. Устремившись на блаженного, он начал бить его по голове бичом, который держал в руках, и в то же время поносил его всевозможными ругательствами. Потом, нанеся ему немало раны, надугавшись над ним, он оставил преподобного и стал продолжать свой путь. Блаженный Василий терпеливо перенес все ругательства и раны, а на другой день снова встретил Саранита, когда тот отправлялся во дворец, и такими же словами, как и в прошлый раз, обличал его. Саранит в гневе повелел слугам своим схватить святого, отвезти к нему в дом и задержать его, пока сам он не возвратится из дворца. Затем, возвратившись, он приказал принести прутья от терновника и представить к нему преподобного Василия. Когда блаженного привели к нему, Саранит сказал, отвечай мне, безумный старец, какой бес научил тебя дерзко встречать меня и говорить мне такие неподобные хульные речи? Или ты не знаешь, что я зять царя и первый из всех вельмож царских? Или тебе неизвестно, что богатство мое так же неисчетно, как песок на берегу морском? Ведь я имею громадное множество рабов, имений, сел и стад различного скота, а так же бесчисленное количество золота и серебра. Кроме того, я удостоился великой славы и чести, какие даны мне от Бога и от царей наших. Как же ты дерзнул, ты, будучи худородным и нищим, предстать передо мной ввиду всего народа с такими укоризными обличениями. «Отвечай мне, пока я не предал тебя смерти!» Блаженный в ответ на такие слова произнес. «Неужели ты думаешь, что твое лукавое и злое намерение, которое ты таишь в сердце твоем, останется в тайне? Нет! Сам бог открыл мне, что ты замыслил постигнуть на жизнь царя и сделаться похитителем царской власти. Оставь это нечестивое намерение и перестань злоумышлять против помазанника Господня. От лица бога говорю тебе, «Если ты не откажешься от своего злого умысла, сильно прогневается на тебя Господь и вскоре сотрет с лица земли память о тебе». Сильно разгневался от таких слов безумный Саранит, так что лицо его изменилось и пожелтело. Пылая гнева, он приказал слугам растянуть преподобного на земле и прутьями терновника беспощадно бить его. «Бейте его сильнее!» — говорил он. «Бейте, пока не выйдет из него без лжепророчества!» И они били его. Святой же был, как дерево немое и бесчувственное. Испытывая жестокие удары, он не только не стенал, но даже не произнес ни одного слова. Даже и телом не двигался. Так что кроме звуков от ударов по телу палками не слышно было ничего более. Когда мучили святого ворота, дома Саранитова были отворены. Мимо же ворот в это время проходила благочестивая Елена, супруга Иоаннова. Заглянув в ворота, она увидела, как истязали блаженного Василия. Быстро вошедший в дом тот, она прикрыла собой тело святого и с горькими слезами стала громко возглашать. «Бейте меня, грешную! А этого святильника Божия, моего пастыря и духовного отца пощадите! Убейте меня вместо него, его же отпустите!» Тогда Саранит, подобный жестоким нравом своему лютому зверю, сказал яростно слугам, «Бейте ее, так как она сама того желает! Думаю, что она бесчестная и прелюбодельная сожительница этого нечестивца!» Исполняя приказания слуги, слуги стали бить благочестивую жену и били ее до тех пор, пока им не показалось, что она стала бездыханной. Тогда беззаконный Саранит повелел слугам, схватив ее за ноги, выбросить на улицу, как пса мертвого. А блаженного Василия он приказал связавши повесить и дать его пятьсот ударов воловьими жилами. Претерпевая жестокие удары, блаженный Василий при помощи Божией доблестно сносил их. Слуги же, окончив истязание, заключили его вузы. Наступила ночь, и когда Саранит спал, было ему во сне и видение, предвозвещающее этому жестокому и злокозненному патрицию близкую кончину. Увидел он во сне высокий и ветвистый дуб, на вершине которого селил себе гнездо ворон. Хищная птица сидела в гнезде своем и крыльями прикрывала птенцов своих. Но вот подошли к дубу два человека с секирами, желая срубить его. При этом один из них сказал другому, указывая на верхушку дерева, тут сидит ворон, который своим криком не дает царю уснуть спокойно. Другой ответил, к тому же он причинил много зла возлюбленному угоднику Божию, блаженному Василию. Сказав это, они начали рубить дерево. Когда оно упало на землю, подошли некие люди, одетые в ветхие рубища, которые начали отпекать у дерева ветви и бросать их в огонь. Среди них Саранит увидел и преподобного Василия, стоя около срубленного дерева, он говорил, «Всякое дерево, которое не приносит доброго плода, посекается и бросается в огонь». Затем, обернувшись к Сараниту, преподобный сказал, «Не говорил ли я тебе, чтобы ты отказался от злого намерения твоего, так как в противном случае ты упадешь из той высоты, на которой ты находишься?» Пробудившись от сна, Саранит почувствовал себя больным. Когда же он размыслил о видении бывшем во сне, то напал на него великий страх. В ужасе он встал и тотчас же послал слуг с повелением разрешить святого Василия от уз и отпустить его на свободу. Освобожденный из заключения, блаженный воротился на место своего обитания в дом Иоаннов. Увидев преподобного, Иоанн возрадовался. Когда же благочестивый муж узрел раны, причиненные святому жестоким истязанием, он заплакал. Так же и все любящие блаженного Василия, услышав о его возвращении, стекались в дом Иоанна, радовались его приходу и плакали, видя язвы на теле его. Супруга же Иоанна, блаженная Елена, вскоре скончалась от ран, причиняемых ей битебиением причиненных. Но и беззаконный Сарани так же не восстал садра болезни своей. По прошествии нескольких дней он умер. Та, что исполнилась над ним предсказание блаженного Василия, и сбылся сон, виденный самим Саранитом. По прошествии некоторого времени благочестивый муж Иоанн, который служил преподобному Василию, в мире отошел к Господу, а преподобный остался один жить в доме почившего. Каждый день приходили к нему в большом количестве различные люди, принося или приводя с тобой своих недужных. Блаженный исцелял их своею молитвой перед Богом, стекалось к нему и множество нищих, так как преподобный раздавал им все, приносимое ему христолюбцами, и ничего не оставлял у себя до другого дня. В это время один благочестивый и боголюбивый гражданин, Константин, прозванный варваром, значит, чужестранец, упросил преподобного перейти к нему и обитать в его доме, и устроил для него уединенную келью. В ней он приготовил для блаженного постель, стол, седалище и светильник, подобно тому, как это сделала некая санамитянка для пророка Елисея. Затем поручил некой добродетельной стареце Феодоре, давно овдовевшей и много лет проводившей жизнь в богоугодном целомудрии, прислуживать человеку Божию. Блаженная старец, оживя в горнице, находившаяся недалеко от кельи преподобного, усердно прислуживала ему как ангелу Божию. Если кто-нибудь приходил, желая видеть святого Василия и беседовать с ним, Феодора извещала о нем преподобного, а тот приходил из своей кельи в ее горницу и здесь принимал приходящего. Таким образом, он принимал всех в этой горнице, исцеляя больных, утешая скорбящих и подавая милость у ненуждающимся. И в таких занятиях проходил у преподобного день, где Феоружаон уходил в свою келью и там совершал обычные моления Богу. Слава о Богу угодной жизни Блаженного Василия и о дивных делах его распространялось все далее и далее и его почитали не только миряне, но также многие из духовных иноки, иереи, святители нередко посещали святого и получали от него помощь душе и телу. Слава о Богу угодной жизни Блаженного Василия и о дивных делах его распространялось все далее и далее. И его почитали не только миряне, но также многие из духовных, иноки, иереи и святители нередко посещали святого и получали от него помощь в душе и телу. Князья же и вельможи призывали его в домы свои, прося посетить недужных и помолиться о них. И когда блаженный приходил куда-нибудь к больным, то сейчас же с молитвой возлагал на них руки и исцелял, их. Бесов же прогонял единым словом. Заботился он и об исправлении нравов, наставляя многих в добродетели, и не только получал людей сладкими, как мед, речами, но иногда и грозно обличал грешников, ибо все ему было открыто от всевидящего Бога. Однажды призванный в царские палаты преподобный Василий, беседуя уединенно от всех с царем Романом, обличил его в коростолюбии, а также в преступной связи со многими женщинами. И царь не только не прогневался на него, но кротко принял это обличение и обещал исправить жизнь свою. Точно так же блаженный обратил на путь покаяния одну знатнейшую патрицианку Анастасию, обличив ее в некоторых грехах, в тайне соделанных ею, и предсказал кончину ее. Он же возвестил царисе Елене, супруге царя Константина Багрянародного, что она родит сначала дочь, а потом сына, который, придя в возраст, во царице что и исполнилось. Царица повелела дать ему золото, но преподобный не хотел даже прикоснуться к нему. Тогда царица стала заклинать его святою Троицей, чтобы он взял сколько хочет. Уступая настойчивым просьбам, ее преподобный взял три златницы и отдал их прислуживавшей ему старице Феодоре, которая также находилась там. Приведя этого, некоторые из предстоящих царицы сказали святому, дай отче побольше златец, старице той. Святой ответил им на это, дети, мы не хотим иметь в большом количестве терния, ибо оно колет наши руки. Тогда царица сказала преподобному, поистине единого Бога возлюбил ты от всего сердца, честный отец, и чушь суетных благ мира сего. Но не забывай нас и поминай в богоугодных твоих молитвах. Сказав это, она отпустила блаженного с миром. В это время к преподобному Василию пришел один мирянин по имени Григорий, который сделался учеником святого и очевидцем многих чудес его, и который впоследствии написал про странное житие его. Этот Григорий, когда пришел к блаженному в первый раз, был сильно поражен и приведен в смущение дивным даром прозрения, каким обладал преподобный. Ибо никогда не видав раньше Григория, святой муж прямо по приходе его назвал его по имени, а потом рассказал ему обо всем, что тот помышлял в себе. Вообще преподобный имел весьма изобильный дар прозорливости и провидел не только тайные дела людей, но даже и самые сокровенные помышления сердца человеческого. В жизни святого было немало случаев, когда такой дар его обнаружился перед всеми. Он пересказать, но пересказать все эти случаи нам не хватило бы ни времени, ни места, а потому мы ограничиваемся только некоторыми примерами. Один преседитель, пришедший к святому, принес ему в дар яблоки и, оставшись у него обедой, старался припомнить, сколько медниц он издержал на яблоке. Но святой сказал ему, что ты так задумался, брат, припоминая о том, сколько издержал на плоды. Не трудись даром и спроси у меня, ты заплатил за яблоки десять медниц. Слыша это, преседитель ужаснулся, удивляясь прозорливости старца и благословляя Бога, пославшего людям такого великого угодника. Некий знакомый святому виноторговец, когда пошатнулись дела его, пришел к преподобному и просил посетить его в доме, чтобы там помолиться вместе с ним и своей молитвой не спаслать на его дом благословения Божия. Когда блаженный пришел к нему, виноторговец созвал к обеду множество нищих. По окончании обеда он ввел святого в корчемницу, чтобы он благословил сосуды с вином. Благословляя сосуды, преподобный подошел к одному из них, вмещающему в себе около пятнадцати мер вина, и сказал виноторговцу, вот я благословил именем Христовым все сосуды, кроме этого, этот же надо разбить. Но виноторговец стал умолять преподобного не делать этого. Не разбивай, отче, говорил он, но благослови этот сосуд, ибо если ты сокрушишь его, то оскудеют запасы мои, я сделаюсь нищим, так как я много задолжал различным взаимодавцам. Святой ответил ему, все это известно мне, но все-таки я намерен сокрушить этот сосуд, чтобы избавить тебя от великой беды. Для этого я пришел сюда. Тогда виноторговец сказал святому, лучше разбей голову мою, но не этот сосуд. Но святой, взяв находившееся тут же полено, стал разбивать сосуд. Когда он распался, вино в большом количестве пролилось на пол. Видя это, виноторговец сильно опечалился, а стоявшие вместе с ним начали негодовать на святого и про себя хулили его. Преподобный, провидя духом его помышления и хулы, взял трость, находившуюся там, вложил ее в разбитый сосуд, на дне которого оставалось немного вина, и извлек оттуда упившуюся вином мертвую змею длиною в три локтя. Затем, обратившись к присутствовавшим, он сказал, «Зачем вы хулите меня в сердцах ваших детей? Как будто я совершил что-нибудь дурное. Видите ли эту змею? Сколько народу могло бы отравиться ядом ее, и в какую бы беду попал тогда хозяин? Разве вы того хотите? И нехорошо ли я сделал, разбил этот сосуд?» Сказал этот святой, бросил змею на землю. Виноторговец же припал к ногам Блаженного и начал просить у него прощения. Блаженный простил его и преподал ему благословение. И молитвами святого Василия дом виноторговца был благословен у Господа и во всем получил изобилие. Одна жена имени Феодотия принесла к преподобному своего больного четырехлетнего сына и начала просить святого помолиться о здравии сына его. Все дети ее, едва достигая четырехлетнего возраста, умирали. Поэтому она боялась, что умрет и это ее дитя, уже заболевшее. Когда она рассказывала так о своем горе преподобному, принесенный отрок начал плакать и просить хлеба. Преподобный, взяв ломоть хлеба, дал его отроку и, ласково улыбнувшись, сказал, «Как тебя звать? Не лев ли?» Потом, обернувшись к матери, он произнес, «Ради твоего благочестия, особенно в награду за любовь к Пресвятой Богородице, проявившуюся в частых молениях твоих перед иконой ее о Дегитрии, Господь сохранит этого сына твоего здравым и невредимым. Придя в возраст, Он доставит тебе немало радостей, ибо будет добронравым, мудрым, честным и даже славным между людьми. Получив хорошее воспитание и наставленный в книжной премудрости, Он сделается иноком, а потом клириком, и Господь будет хранить его. Другие же дети твои, которых ты родишь, умрут, подобно первым. Когда женщина та, поклонившись святому, ушла, и все, что предрек ей святой, исполнилось. Некоторый человек, хорошо известный преподобному, пришел с просьбой напутствовать его благословением, так как он отправляется на восток с поручением от своего господина. Преподобный, внимательно посмотрев на лицо его и предвидя, что случится с ним в пути, сказал, страшно и опасно река Хелидон, но все же она укротится по молитвам грешного раба Божия Василия. Этих слов блаженного никто не понял. Человек же тот отправился в путь. И вот, когда он находился в восточных странах, ему пересекла путь одна река, которой он не знал, так как никогда не бывал в странах тех. Река эта имела в ширину около двадцати сажений, но при этом течение ее было столь быстрое, что только птица могла лететь так же быстро. Человек тут остановился на берегу и взорами стал искать мели, чтобы, сидя на коне, переправить по ней на другой берег. Вдруг волна захлестнула его и, подхватив вместе с конем, увлекла в середину реки. Течение понесло их к морю, и человеку тому уже грозила неминуемая гибель. В страхе он возопил Господу. Господи Боже! Молитвами преподобного отца нашего Василия, помоги мне грешному! Едва он сказал это, тотчас же увидел святого Василия, который, укротив бурное волнение, взял под усы коня, вывел его на противоположный берег и стал невидим. Избавившись от потопления, человек тот возблагодарил Бога и угодника его Василия. Потом, пришедший в близлежащее селение и остановившись на ночлег, спросила название реки той, ему рассказали, что она называется Хелидон, то есть ласточка, так как по быстроте своего течения может равнять полету ласточки. Река эта очень опасна и уже погубила многих, не знающих, как переправляться через нее. Тогда вспомнил человек тот слова преподобного Василия, сказанного ему, когда он пришел к нему за благословением и, обратившись с молитвой к Богу, воскликнул «Слава тебе, Господи, слава тебе! Одного прошу у тебя, владыка мой, сподоби меня паки узреть угодника твоего и поклониться честным его сединам». Возвратившись с путешествия, он пришел к преподобному и припал к ногам его, воздавая ему должную благодарность. Потом он поведал Блаженному, как Бог проявил на нем милость свою по его святым молитвам. Вышеупомянутый мирянин Григорий за свою добродетель был весьма угоден святому Василию, так как он проводил жизнь свою в девстве, целомудрии и постничестве. Он часто приходил к преподобному, получаясь от богомудрых бесед его, сподобился назвать учеником его. При этом он имел особенную любовь и веру к святому первомученику Стефану, часто ходил в его храм и со всяким благолепием украшал его. От скончавшихся родителей своих он получил в наследство дом в Константинополе и много имений. Среди этих имений был у него виноградник во фраке, недалеко от города Рандиста. Намереваясь во время собирания плодов отправиться туда, он пришел к преподобному учителю своему и принял от него благословение. Затем вошел в церковь первомученика Стефана и, помолившись перед иконой его с коленопреклонением, сказал, «Вот предстоит мне далекий путь по земле и по морю. Посему молю тебя, святые первомученичи Стефане, в этом пути сохрани меня от всякого зла, и как я послужил по силе моей святому храму твоему, так и ты, поданной тебе от Бога благодати, будучи мне во всякой нужде покровитель, помощник и промыслитель, буди». Так помолившись первомученику Стефану, Григорий отправился в путь. Остановившись на ночь в одной гостинице, он нашел пояс ценой в две златицы, который потеряла дочь хозяина гостиницы. Когда же хозяины его домашние стали искать пояс и спрашивать о нем гостей, Григорий по бесовскому научечению утаил пояс, рассуждая, потерявшие пояс богатые люди, поэтому лучше будет, если я продам его, и вырученные деньги раздам нищим. Снова отправившись в путь, Григорий потерял свой пояс, ценой также в две златницы, и дорожный мешок, в котором было четыре златницы и немало пенязей. Скорбя о потере, он заснул и в сонном видении увидел преподобного Василия, который, указывая на разбитый горшок, сказал, «Видишь ли этот разбитый никуда негодный горшок?» «Вижу, господин мой», — отвечал Григорий. «Если кто украдет даже это, — сказал блаженный, — тот наказан будет в четверо и отнимется от укравшего благо нынешнее или будущего века. Если укравший будет богат, то от богатства его отнимется в четверо более против украденного, а если беден, то в четверо большее наказание он примет в будущей жизни». Григорий сказал на это, «Отче, я никогда ничего не крал». Святой ответил, «Ты утаил у себя найденный тобой пояс дочери хозяина гостиницы, а говоришь, что ничего не крал». Григорий возразил ему, «Я, отче, не украл пояс, но нашел его». Но Святой сказал, «Знай, чадо, что если кто найдет что-либо потерянное другим и не возвратит ему, хотя бы тот искал потерянное и спрашивал о нем, тот осудится как вор. Итак, тебе подобало возвратить потерянное, но так как ты утаил чужое, то и у тебя отнято более, чем четверо против украденного, утаянного. Мало того, тебе надлежит остерегаться, как бы не пострадать и более». Пробудившись от сна, Григорий был в великой печали, частью от раскаяния в своем грехе, частью от ожидания новой неизвестной беды, от которой предостерегал его преподобный. Печальным прибыл он в свое пракийское имение. Здесь, во время собирания плодов, он пережил искушение, более сильное, чем первое, бывшее на пути. Один из наемников, работавших в винограднике Григория по имени Александр, сочетался законным браком с некой юной отраковицей Мелитинией, которая отличалась злонравием и была сверх того любодейкой и волшебницей. Она имела столь неудержимую страсть к прелюбодейству, что вскоре же, после брака своего с Александром, соблазнила к беззаконному сожитию с собой почти всех мужей из окрестных селений. При этом никто не мог обличить ее в ее беззаконии, ибо если она услышит, что кто-нибудь говорит про нее худое. В тот час волхвованием наводила на того лютую болезнь. Так она поступила, между прочим, с мужем своим, который сначала при виде ее беззаконии часто бил ее. Вызванными волшебной силой и недугами, она столь утомила и обессилила его, что он не мог отогнать даже мухи от себя. Поэтому он не мог сопротивляться ей, когда она, прогневавшись на него, била его палкой или веревкой и прогоняла из дому. До того он обессилен был болезнями, наведенными на него волшебством Мелитинии. А матери этой волшебницы рассказывает, что она своими волхвованиями удерживала полет птиц, останавливала в течение реки и творила много иного зла, о котором не пересказать человеку. Дочери такой-то злой волшебницы была Мелитиния. Во всем подобной матери своей и даже превосходящей ее своими беззакониями, так как она предалась безмерному прелюбодейству. Многих мужей она соблазнила греховной связи с собой. Если же кто говорил в обличении ее хоть одно слово, тот делался расслабленным в течение двух или трех месяцев. Если кто ударял ее, тот умирал, едва выжив после того два дня, увидев Григория, который был юн и отличался красотою, беззаконная волшебница прелюстила всем и задумала соблазнить его к скверному сожитию с нею. Ежедневно, без всякого стыда, следуя за ним, куда бы он ни пошел, и вызывающе держась перед ним, она при содействии весовской силы внушила ему по отношению к себе нечистые мысли. А по ночам насылала на него сны и в сонных видениях являлась перед ним в бесстыдном виде, возбуждая в нем нечистую похоть. Григорий был в великом смущении, постоянно обуреваемый волнениями плотского вожделения. Ибо в то время, как блудница, видимо, прещала его на грех своими любодейными действиями, бес невидимо разжигал в нем огонь похоти. И если бы святой первомученик Стефан и блаженный Василий своими молитвами не помогли ему, то прошло бы еще немного времени, и он подчинился бы власти греха, и вселилась бы в ад душа его. Таким образом, с помощью святых угодников Божиих, молившихся о нем, он боролся с блудным помыслом своим днем и ночью. Иногда изнемогал в этой борьбе, но потом снова укреплялся и твердо сопротивлялся нечистому желанию, не соглашаяся сквернить дерзственное тело свое, не познавшее женщины с самых юных лет. Многократно он порывался с бесчестьем отогнать от себя бесстыдную блудницу, но боязнь сделаться жертвой ее волшебной силы, припосредствии коей она насылала болезни, удерживала его. И вспоминал он тогда слова преподобного Василия, сказанные ему во время сонного видения, «Осперегайся, чтобы тебе не пострадать более». Предупреждение это вполне оправдалось теперь, ибо что может быть тяжелее для целомудренного мужа, чем опасность потерять свое девство. Желая сохранить целомудрие и соглашаясь лучше умереть тысячу смертей, чем погубить девство, Григорий решился наконец на смелое дело. Он устремился гневно на милитине и палкою, а также поносными словами отогнал бесстыдную блудницу от себя, восклицая, «О, бесстыдная дочь Вивзевула, если ты посмеешь еще подступать ко мне, то я разрублю на части скверное тело твое». С тех пор блудница оставила Григория, а с ней вместе перестали беспокоить его и блудные помыслы. Но при этом он впал в другую беду. Бесчестная волшебница милитине мстя Григорий за свое посрамление. Навела на него жестокую болезнь, от которой он непременно умер бы, если бы святой первомученик Стефан и преподобный Василий, не явились к нему и не исцелили бы его. Об этом сам Григорий рассказывает следующее. «В один воскресный день, наступивший вскоре после описанных происшествий, я, — говорил Григорий, — пошел к чесновне во имя святого великомученика Георгия, находившейся посреди виноградника. Стояло жаркое утро, и я, совершив молитву, немного почил при часовне. И вот во сне вижу, что надвинулось черное смердящее облако, которое упало на меня и показалось мне очень тяжелым и чрезвычайно холодным. Из облака был слышен голос «Прими, что приготовила для тебя милитиния». Затем это облако вошло в меня. Проснувшись, я увидел, что одержим лютую болезнью и познал, что она наведела на меня значенную выше волшебницей милитинией за то, что я противился ее нечистому желанию. С трудом поднялся, я пошел к дому, не имея сил удержать от стонов, и лег на одре моем. День ото дня болезнь моя становилась тяжелее, и уже приближались кончины мои. Внутренности мои все были воспалены жестоким огнем, который пожирал тело мое, как пожирает сухой тростник. Не имея сил переносить жар, я вставал и бегал, становился под семь деревьев, ища прохлады, и устремлялся к реке, чтобы в холодных струях ее остудить бывший во мне пламень. Неоднократно помышлял я утопиться и часто восклицал «О, горе, горе! Если такой огонь гиенский, то лучше бы человеку не родиться!» Не мог я узнавать людей или с кем-либо беседовать, и ночь, казалось мне, продолжительнее сорока лет. Когда я совершенно изнемог от болезни, мне показалось, что я лежу в болоте, середина которого была весьма глубока, а края на востоке и западе возвышались. Находясь на западной стороне болота, я начал понемногу спускаться в бездонную пропасть. В страхе вспомнил я о своих молитвах первомученику Степану и тяжко вздохнув, сказал «Святые первомученичи, так ли ты услышал меня, когда я молился тебе в твоем храме, выходя из Царьграда? Вот я не схожу в пропасть, и ты более не увидишь меня, и не могу я больше служить тебе, как служил доселе, ибо я приблизился ко вратам смерти». Тут я посмотрел на восточный конец трясины, и там увидел как бы иной мир, который невозможно описать человеческими словами. Оттуда шел ко мне святой первомученик Степан в багряной стихире, и ласково говорил мне в багряном стихаре, что нужно тебе, возлюбленный, и отчего ты страждешь. Ты сетуешь на меня, но я не был здесь, так как посещал храмы, созданные в честь меня, рассеянные по вселенной. Теперь же я пришел сюда и помогу тебе, но запомни отныне, как беззаконные волхвы могут вредить людям по Божью попущению. Тогда я спросил святого, что означает лежащая передо мной пропасть и возвышающиеся края ее. Святой ответил, западный конец пропасти, на котором ты находишься, означает близость к смерти. Пропасть же, которую ты видишь перед собой, это область смерти, через которую умирающие проходят с великим трудом, пока не достигнут восточной страны. Дойдя туда, они находят тропинку, ведущую в иной загробный мир. Услышав это, я снова спросил святого, «Итак, господин мой, я уже умираю». «Чего иного ты можешь ожидать, будучи приведен сюда?» ответил мне он. Тогда, воздохнув из глубины сердечной, я с плачем сказал, «Нет, господин мой, да не будет со мной того, ибо я еще не приготовился к смерти». После таких слов моих святой взял меня за руку, провел через пропасть, поставил меня на восточной стороне трясины, на высоком месте и сказал, «Вот ты изведен из пропасти смертной». Точа же я увидел себя ходящим в некотором дворе, дивным по красоте своей. Но так как от тяжкой болезни я с трудом ходил, то святой первомученик, от которого исходило весьма приятное благоухание, подставил мне свои плечи и сказал, «Обойми меня сзади обеими руками, я поддержу тебя, и мы вместе пойдем далее». Когда мы так переходили в двор, увидел я большие белые, как снег, каменные сосуды, вмещающие в себя по сто, по двести и по триста мер. Они были полны и запечатаны. Я спросил святого, «Чей это двор? Кому принадлежат эти сосуды и что в них находится?» Святой ответил, «Все это принадлежит преподобному Василию, духовному отцу твоему». В сосудах же находятся духовные иллеи, данные ему от Бога. Помазуя им приходящих к нему грешников, он очищает их от скверн, их, и соделывает их чадами божьими, ибо он воспринял подвиг апостольства и многие души избавил от власти сатанинской. И снова спросил я святого, «Куда же мы идем, господин мой?» «К преподобному Василию», — ответил он. «Когда мы не кончили еще беседу, преподобный отец мой, Василий, вышел из одного дивного чертога к нам навстречу. Святой первомученик обратился к нему со словами, «Как же ты, отче Василия, оставил Григорию, возлюбленное чадо твое, в самое тяжелое для него время? И если бы я не явился помочь ему, он умер бы», — преподобный ответил. «Я видел, что с ним находишься ты, блаженный первомучениче, и потому не шел к нему. Теперь же, если это будет угодно Господу, сотворим ему более великую милость, чем какая проявилась на нем прежде». После таких слов святые пошли вместе, а за ними последовал и я. Так мы дошли до одного весьма мрачного места и увидели там змея весьма большого и страшного. И сказал преподобный Василий, «Этот змей едва не уморил чада моего Григория». Сказав это, он взял большой камень, бросил его в змея и убил его. После того мы оказались в Старьграде около храма святого первомученика и услышали раздававшиеся внутри храма весьма приятные голоса юноши и прославляющих Господа. Тогда первомученик Стефан сказал мне, «Вот ты, благодатью Христовую, стал здрав. Войди же теперь в церковь и воспой благодарственной песней Владыки всех Богу, явившему тебе великую милость». Поклонившись защитникам своим, святому первомученику Стефану и преподобному Василию, я вошел в церковь, воспевая, «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся!» И далее весь псалом до конца. Двадцать шестой. Тогда те прекраснейшие юноши, увидев меня, возрадовались и стали говорить мне, «Приди, возлюбленный наш, прими участие в веселье нашем». После этих слов видение прекратилось. Я, пришедший в себя, с удивлением почувствовал себя здоровым. Приняв немного пищи, я подкрепился сном, потом встал и начал ходить. По прошествии же немного времени, поправившись совершенно, я сел на корабль и отправился в Сарьград, рассказав всем о случившемся со мною, как я молитвами святых Стефана и Василия избавился от смерти. Этим оканчивается повествование о себе Григория. Почтедновременно с описанными событиями блаженная Феодора, которая прислуживала преподобному Василию, приняв иноческий чин, приставилась ко Господу. Все почитатели преподобного, узнав об этом, опечалились, так как блаженная жена была перед святым старцем-ходатайцей за всех приходящих к нему. Она всех с любовью принимала, всех утешала своими кроткими речами, была милостива, христолюбива и целомудрена, а также исполнена духовной премудрости. Григорий возымел сильное желание узнать, где находится по представлению своем Феодора, на правой или на левой? С праведниками или с грешниками? Исподобилась ли она получить от Бога милость или какую-нибудь отраду за свою усердную службу старцу? Помышляя об этом, он часто молил преподобного Василия, прося его повидать о душе почившей Феодоры, ибо Григорий веровал, что святому угоднику Божию открыто все почившей. Досаждаемый частыми просьбами, святой старец, не желая отказом опечалить своего духовного сына, помолился к Господу, прося его открыть Григорию видение о том, что стало с душой Феодоры по представлению ее. Следовавшую затем ночь Григория в сонном видении, сподобился увидеть блаженную Феодору в светлой обители, которая была уготована Богом преподобному Василию. В этой-то обители небесной славой, озаренной и неизреченной в благ исполненной, блаженная Феодора молитвами угодника Божия и была водворена. Таким образом, кому она усердно и трудолюбиво служила в этом мире, в обители того сподобилось пребывать в жизни вечной по его святым молитвам. Увидев ее, Григорий возрадовался и насладился продолжительной беседой с нею, как будто бы он говорил с нею наяву. Григорий спросил Феодору, как она разлучилась от тела, как претерпела смертные страдания, что видела по своей кончине и как миновала воздушных духов, разумеется, нечистые духи, стоящие при воздушных мытарствах. Она же начала передавать ему следующее. Чадо Григорий. О страшной вещи спрашиваешь ты меня, о которой даже ужасно и вспоминать. Видела я лица, которые никогда не видала ни раньше, ни после. Слышала речения, которых никогда не слыхала до того. И что я расскажу тебе? Тогда передо мною пристало все то лютое и греховное из дел моих, о чем я позабыла было. Но молитвами и помощью отца моего, преподобного Василия, все это не было вменено в мне и не удержало меня от входа в эту обитель. И что я скажу тебе, чадо, о болезни телесной, о жесточайших страданиях, которые претерпевают убирающие. Подобно тому, как если кто-нибудь, брошенный в сильный пламень, горя, как бы исстаивает и обращается в пепел, так и болезнь смертная разрушает человека. Воистину люта смерть для подобных мне грешников. Ибо истину говорю тебе, что и я была делательницей грешных дел, приведенных же дел моих, праведных, я совершенно не помню. Когда я приблизилась к концу жизни моей, и настал час разлучения души от тела, увидела я множество эфиопов, эфиопами называлось первоначально народ, обитавший на юго-востоке. Впоследствии христианские писатели стали называть эфиопами мрачных духов злобы, которые часто изображались на памятниках церковного искусства в виде черных людей. Увидела я множество эфиопов, стоявших вокруг адрама его. Лица их были черные, как сажа и смола, очи горели, как угли огненные, и весь вид их был столь же страшен, как вид огненной гиены. И начали они производить шум и смятение. Одни ревели, как скоты и звери, другие лаяли, как псы, некоторые выли, как волки. При этом все они, с яростью смотря на меня, грозили мне, набрасывались на меня, скрижища зубами, и хотели тут же поглотить меня. Приготовляли они и хартии. Это бумага, листок. Как бы в ожидании судьи некоего, имеющие прийти туда, и развертывали свитки, на которых были написаны все злые дела мои. И была убогая душа моя в великом страхе и трепете. Тогда претерпевала я не только муки смертные, происходившие от разлучения души с телом, но и также жестой, чайшее страдание от видения тех страшных эфиопов и грозной ярости их. И это было для меня как бы другой смерти, более тяжкою и лютою. Я старалась отвращать взор мой от видения, то в одну сторону, то в другую, чтобы не видеть мне страшных эфиопов, не слышать голосов их. Но никак не могла избавиться от них, ибо везде было их бесчисленное множество, и не было никого, кто бы помог мне. Уже изнемогая совершенно от таких страданий, я вдруг узрела двух цветоносных ангелов-вожих, которые явились ко мне в образе прекрасных юношей, красоты коих описать невозможно. Лица их были светлее солнца, очи ласково взирали на меня, волосы на головах были белы, как снег. Вокруг голов разливалось златовидное сияние, одежда у них блистала, как молния, и были на груди крестообразно опоясаны золотыми поясами. Приблизившись к одру моему, они стали направо от меня, тихо беседуя друг с другом. При виде их я возрадовалась и смотрела на них с умилением сердечным. Черные же эфиопы, увидев их, содрогнулись и отступили подальше. И вот один цветоносный юноша гнил им. О, бесстыдные, проклятые, мрачные, злобные враги рода человеческого! Зачем вы всегда поспешаете преждевременно к умирающим и своим бесстыдным шумом устрашаете и смущаете всякую душу, разлучающуюся с телом? Но теперь прекратите свою радость, так как здесь вы не приобретете ничего. Вам нет какой-либо части всей душе, потому что... И вот пришла смерть, рыкая как лев. Вид ее был очень страшен. Она имела некоторое подобие человека, но тело совсем не имела и была составлена из одних только обнаженных костей человеческих. Собою она несла различные орудия мучений. Мечи, стрелы, копья, косы, серпы, железные рога, пилы, секиры, тесла — это плотническое орудие, рот топора и струга. И иные орудия неизвестные. Увидев все это, смиренная душа моя затрепетала от страха. Святые же ангелы сказали смерти, что медлишь, разреши душу сию от уст плотских, скоро и тихо разреши, ибо она не имеет много греховных тяжестей. То тяжесть смерть приступила ко мне, взяв секиру, отсекла сперва ноги мои, потом руки, затем припосредстве другого орудия все остальные части моего тела разрушила и члены от составов отделила. И не имела я ни рук, ни ног, и все тело мое омертвело. Смерть же взяла и отсекла голову мою, так что я не могла повернуть головою, и она была мне чужою. После всего смерть взяла раствор чаши и, преподнеся его к моим устам, напоила меня. И столь горек был раствор тот, что душа моя, не имея сил стерпеть горечи, содрогнулась и вышла из тела, как бы насильно оторванная от него. Святые ангелы тотчас же приняли ее на руки свои. Взглянув назад, я увидела тело мое, лежащее бездушным, бесчувственным и недвижным, совлекши его, как совлекают одежду. Я смотрела на него с безмерным удивлением. Представленное здесь описание смерти, очень образное и чувственное, и, конечно, не должно быть понимаемо в буквальном смысле. Здесь чувственное и грубообразное нужно понимать, настолько возможно для нашего ума, в таинственном и духовном смысле. В это время бесы, явившиеся в образе эфиопов, обступили ангелов, державших меня, и начали вопить, показывая написание грехов моих. Множество грехов имеет душа эта, поэтому пусть даст она ответ перед нами. Святые ангелы начали тогда отыскать в жизни мои добрые дела, и с помощью Господа Бога, благодатью коего я творила добро, обрели их. Они приводили на память все, что только я творила доброго, когда давала милости неубогим, когда накормила алчущего или напоила жаждущего, или одела нагого, или приводила в дом старанника и упокоивала его, или служила святым, когда я посещала больного или заключенного в темнице и помогала им. Они припоминали, когда я с усердием приходила в церковь и с умилением и с сердечным сокрушением молилась там, слушая со вниманием пение и чтение церковных молитв и песнопений. Когда приносила в церковь имяамы свечи, или иное какое-нибудь приношение, или вливала деревянное масло в лампады, чтобы они теплились перед иконами, с благоговением лобызала самые честные иконы. Они приводили на память, когда я воздержно проводила время, и когда по средам и пятницам и во все святые посты постилась, и сколько творила поклонов и простаивала ночных бдений. Они указывали на то, как я сокрушенно стенала о грехах своих и плакала иногда о них по целым ночам, как исповедовала грехи свои Богу и сокрушением каялась в них перед духовным отцом моим, удовлетворяя своим сокрушением и сердечным раскаянием правде Божией. Они припоминали все, что я творила доброго ближним моим, как я на враждующих против меня не гневалась, как терпеливо сносила всякую досаду и укоризну себе, не помнила зла и воздавала за зло добром, как я при нападках людей на меня смирялась, как я болела сердцем и скорбела о чужой беде, как подавала кому-нибудь руку помощи или споспешествовала кому-либо в добром деле или отвращала его от зла. Припоминали они, что я отвращала очи свои от суеты, у них свои от лжи, клеветы и всяких суетных слов. Все это и все другие малейшие добрые дела мои святые ангелы собирали, готовясь положить их на весы против моих злых дел. Эфиопы же, видя это, скрижетали на меня зубами, желая похитить меня из рук ангельских и низвести на самое дно ада. В это время неожиданно явился мне преподобный отец наш Василий и сказал святым ангелам, «Властелины мои, сия душа много послужила мне, угождая моей старости. Я молился Богу о даровании мне ее, и Господь не спасал мне сию душу». Сказав это, он вынулся под одежду своей мешок, чем-то наполненный, думая, что в нем было много чистое, одно чистое золото. И дал его святым ангелам, сказав при этом, «Когда вы будете проходить воздушное мытарство, и лукавые духи начнут истязать душу эту, вы искупите ее этим от долгов ее». Пояснение. Мытарство – нечто вроде застав или таможен, которое встречает на своем пути души умерших людей, возносящих к престолу небесного судьи. При них стоят духи злобы и взимается всякой души. Повинные в известном грехе своего рода пошлину или выкуп, состоящий в предоставленной им на вид противоположного этому греху доброго дела. Название мытарства и мытари заимствовано из истории еврейской. Мытарями у евреев назывались лица, назначенные римлянами для сбора подыхи. Они обыкновенно брали на откуп собирание этих пошлин и употребляли всевозможные меры, не пренебрегая даже истязаниями, чтобы извлечь для себя наибольшие выгоды. Мытари стояли при особых таможнях или заставах, собирая с провозимых товаров пошлина. Заставы эти назывались мытницами, мытарствами. Христианские писатели это название перенесли и на места воздушных истязаний, при которых восходящие к престолу небесного судьи души задерживаются злыми духами, старающимися улечить их во всевозможных грехах и через это не звести в ад. Сущность учения мытарств заключается в слове святого Кирилла Александрийского, умершего в 444 году, о исходе души, помещаемом в обыкновенно следованной псалтыре. При разлучении души нашей с телом, говорится здесь, предстанут перед нами с одной стороны воинство и силы небесные, с другой власти тьмы воздушные мытари-начальники обличители наших дел. Узревая их душа содрогнется, вострепещет, и в смятении и ужасе будет искать себе защиту ангелов Божиих. Но и будучи приняты ангелами, и под кровом их протекая в воздушное пространство, и возносясь на высоту, он встретит различные мытарства, кои будут преграждать ей путь в царстве, будут останавливать и удерживать ее стремление к оному. На каждом из этих мытарств востребуется отчет в особенных грехах. Каждая страсть, всякий грех будут иметь в своих мытарей и истязателей, притом будут присутствовать и божественные силы, и сон нечистых духов. И как первые будут представлять добродетели души, так последние обличать ее грехи. И если за благочестивую и богоугодную жизнь свою она окажется достойной награды, то ее воспримут ангелы, и тогда она уже небоязненно потечет к царствию. Напротив, если окажется, что она проводит жизнь в нерадении и невоздержании, то услышит он и страшный глаз, «Да возьмется нечестивый и да не видит славы Господней» – Исайя 26, 10. Тогда оставят ее ангелы Божии и возьмут страшные демоны, и душа, связанная неразрешимыми узами, низвергнется в темницы адские. Отсюда видно, что мытарство представляет собой неизбежный путь, наполненный всякого рода заставами и таможнями, по которым совершает свой переход от временной жизни к вечному жребию все человеческие души, как добрые, так и злые. Во время этого перехода каждая душа в присутствии ангелов и демонов, без сомнения, предоком всевидящего судьи постепенно и подробно испытывается во всех ее делах добрых и злых. Следствием же этого подробного отчета бывает то, что добрые души оправдываются на всех мытарствах и возносятся ангелами прямо в райские обители, а души грешные, задержанные на том же или другом мытарстве и обвиненные в нечестии, влекутся по приговору невидимого судьи демонами в их мрачные обители. Таким образом, мытарство – суть не что иное, как частный суд, который совершает над человеческими душами невидимо сам Господь при посредстве ангелов, допуская к тому и клеветникова братья наших Откровение 12.10 – злых духов, суд над которыми припоминается душе и беспристрастно оценивается все ее дела и после которого определяется ее известная участь. Суд этот называется частным, в отличие от всеобщего, который будет совершен при над всеми людьми и при кончине мира, когда Сын Человеческий снова приедет на землю во славе Своей. В житии преподобного Василия Нового изображены все подробности этого частного суда при мытарствах. Читая все эти подробности, должно помнить, однако, что как вообще в изображении предметов мира духовного, для нас облеченных плотью, неизбежны черты более или менее чувственные, так, в частности, неизбежно допущены они и в подробном учении о мытарствах, которые проходит человеческая душа по разлучению с телом. А потому надо твердо помнить наставление, которое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому, умершему в 291 году, начиная говорить ему о мытарствах, земные вещи принимая здесь за самое слабое изображение небесных. «Надобно представлять мытарство не в смысле грубым, чувственным, а сколько для нас возможно духовным, и не привязываясь к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой Церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными». Конец пояснения. «Благодатью Божией я богат и много собрал сокровищ, трудами и потом своим, и вот я дарю мешок душе этой, послужившей мне». После этих слов он отошел. Лукавые же бесы, видя это, пришли в недоумение, а затем огласили воздух, плачем, скрылись. Между тем угодник Божий Василий снова пришел и принес с собой много сосудов чистого елея и мира многоценного. Открывая сосуды один за другим, он возливал елея и мира на меня, так что я исполнилась духовного благоухания и вместе с тем изменилась и стала светлым существом. Преподобный же Василий снова сказал святым ангелам, «Владыки мои, после того, как совершите все необходимое для души сей, введите ее в уготованное мне от Господа обитель, и пусть она пребывает там». Сказав это, святой стал невидим, ангелы же взяли и понесли по воздуху на восток. Восток представляется в священном писании страной света, символом царствия Христа, который называется востоком свыше, тогда как запад является синонимом царства тьмы и мрака царства сатаны. Когда мы поднимались от земли, к высоте небесной, нас встретили сначала воздушные духи первого мутарства, на котором судят за грехи языка, за всякое слово праздное, бранное, бесчинное, скверное. Тут мы остановились. И бесы вынесли к нам свитки, на которых были написаны все легкомысленные слова, сказанные мною от юности. Все, что я говорила неразумного и скверного, особенно же кощунственной и смехотворной речи, которые я допускала произносить в юности, как это бывает у многих. Предстали передо мной там все мирские бесстыдные песни, которые я пела когда-то, все бесчинные восклицания мои, все мои легкомысленные речи. И бесы обличали меня всем тем, указывая времена, места и лица, когда, где и с кем я предавалась суетным беседам и прогневляла словами моими Бога, не вменяя себе того в грех и не исповедовалась в том перед Отцом Духовным. Видя все это, я молчала, как безгласная, потому что не имела что-либо сказать лукавым духом. Они обличали меня вполне справедливо, и я удивлялась, как они ничего не забыли, ибо много лет прошло с тех пор, как все эти грехи были соделаны мною, и я давно забыла о них и никогда не помышляла о содеянном в уме своем. Они же приводили все слова мои, как будто они были только что произнесены мною, все подробно и до тонкостей припоминая, как оно и было в действительности. И когда я со стыдом молчала и в то же время трепещат страха, святые ангелы, в противовес тем грехам моим, представили нечто из моих добрых дел, содеянных в последние годы моей жизни. А так как они не могли перевесить тяжести грехов моих, то недостаток восполнили из того, что было даровано преподобным отцом моим Василием. Так они искупили меня и понесли выше. Тут мы приблизились к другому мытарству, называемому мытарством лжи, на котором эстезуется всякое ложное слово, особенно клятва преступления, призывание имени Божия цуя напрасно, лжесвидетельство, нарушение обетов, данных Богу, неполное исповедание грехов и тому подобное. Духи этого мытарства весьма яры и свирепы, они испытывали меня весьма настойчиво, не упуская ни одной подробности. И была я обличена от них в двух грехах именно в том, что иногда в некоторых малых вещах допускала себе лгать, не вменяя того в грех, а также и в том, что многократно, стыдясь грехов своих, приносила духовному Отцу своему неполную исповедь. Что же касается клятва преступления и лжесвидетельства, то этих грехов благодатью Христовой не нашлось у меня. Все же бесы торжествовали по поводу найденных во мне грехов лжи и уже хотели меня похитить из рук введших меня ангелов, но те, положив нечто из моих добрых дел против грехов тех, а недостающие восполнив и здорованно преподобным Василием, выкупили меня и беспрепятственно понесли выше. После того достигли мы третьего мытарства, которое называется мытарством осуждения и клеветы. Удержанное там, я увидел, сколько тяжек греха клеветать кого-либо, обесславить, похулить, а также над смеяться над чужими пороками, забывая о своих. Всех, кто предается власти этого греха, жестоко истязают злые духи, как своего рода антихристов, предвосхитивших власть Христа, имеющего прийти судить людей, и сотворивших себя судьями ближних своих, в то время как сами они более достойны осуждения. Но во мне благодатью Христовой немного могли найти что-либо из таких грехов, ибо я строго блюла себя во все дни жизни моей, заботясь о том, чтобы не осудить, не оклеветать кого-либо, не посмеяться над кем, не похулить кого. Если иногда приходилось мне слышать, как кто-нибудь осуждал другого, то я мало внимала осуждающему, если прибавляла, что от себя в этом разговоре, только такое, что не могло послужить ближнему в большую обиду. Да и тогда тотчас же останавливалась, зазирая себя за это немногое. Однако и такие провинности были истязателями поставлены во грех мне. Но святые ангелы искупили меня дарованным от святого Василия и стали подниматься со мной выше. И дошли мы до четвертого мытарства, называемого мытарством чревоугодия. Злые духи этого мытарства тотчас же выбежали к нам навстречу, радуясь, как будто приобрели что-либо. Они были весьма отвратительны видом своим, изображая собой всю мерзущее его угодие и пьянство. При этом одни из ней держали блюда и сковороды с яствами, другие же чаши и кружки с питьем. И я увидела, что пища та и питье были подобны смердящему гною и нечистым испражнениям. Бесы же, держащие то и другое, имели вид присыщенных и пьяных. Они скакали с различными гудками и делали все то, что обычно творят пьяницы и пирующие, ругаясь над душами приводимых к ним грешников. Презродив нам путь и обойдя нас, как псы, они тотчас же выставили на вид все мои прошлые грехи, чьи в угодья, когда я предавалась излишеству в пище и питье, и ела через силу и без всякой нужды, когда я, как свинья, приступала утром к еде без молитвы и крестного знамения, или же когда постом садилась за стол раньше, чем это дозволяли правила церковного устава. Представили они та же чаша и сосуды, из коих я упивалась, предаваясь пьянству, и даже указывали число выпитых чаш, говоря, столько чаши спила она на таком-то перу, и с такими-то людьми, в другое же время на другом месте столькими-то чашами упилась она до беспамятства, сверх того, она столько-то раз пировала при звуке свирелей и других музыкальных орудий, предавалась пляске и песням, и после таких пиров ее с трудом приводили домой, так она изнемогала от безмерного пьянства, представляя все такие подобные им ничегоугодия, бесы торжествовали и радовались, как будто уже имели меня в своих руках, и уже готовились схватить меня и не извести на дно ада, я же трепетала, видя себе обличаемое ими, и не имея что ответить им, на святые ангелы, взяв немало одарованного преподобным Василием, положили за меня выкуп, бесы, увидев это, пришли в смятение и возопили, горе нам, ибо погиб труд наш, погибла надежда наша, с этими словами они стали бросать в воздух хартии, в которых были написаны мои грехи, я же, видя это, веселилась и беспрепятственно шла оттуда, поднимаясь со мной выше, ангелы стали так беседовать друг с другом, поистине великую помощь имеет душа этот угодника Божия Василия, если бы его труды и молитвы не помогали ей, великую нужду претерпела бы она, переходя через воздушное мытарство. Тогда, в изумев дерзновение, я сказала святым ангелам, владыки мои, думаю я, что никто из живущих на земле не знает, что бывает здесь и что ожидает грешную душу после ее смерти. Святые ангелы ответили мне, разве не свидетельствуют о всем, что здесь бывает божественное писание, постоянно читаемое в святых церквах, устами священнослужителей, но пристрастившиеся к земной суете пренебрегают всем этим, поставляя всю сладость жизни во вседневном объедении и пьянстве. Каждый день они едят без меры и упиваются, отложив страх Божий. И имея у себя чрево вместо Бога, они совершенно не помышляют о будущей жизни и не помнят Слово Божие, которое говорит «Горе вам, насыщенное ныне, ибо взалчите, горе вам, смеющиеся ныне, ибо возрыдаете и восплачете». Они маловерно думают, что все, что говорится в Божественном Писании, суть басни, и пренебрегают написанным перуя Степанами и ликами, подобно евангельскому богачу, веселясь во все дни и светло. Впрочем, те из них, которые милосердны к бедным, благодетельствуют нищим и убогим и помогают требующим помощи, те получают от Бога прощение грехов своих и беспрепятственно проходят мытарство ради своей милости, ибо Священное Писание говорит, милостыня от смерти избавляет, таким образом творящая милостыня получает жизнь вечную. Тем же, кто не старается милосердием очистить грехи свои, невозможно избегнуть этих испытаний, их похищают мрачные мытари, которых ты видела, подвергая эти души жестоким мучениям, они низводят их в самые преисподние места ада и держат там в узах до страшного суда Христова. Тебе также трудно было бы избегнуть этой участи, если бы ты не получила искупление от дарованного тебе преподобным Василием. Так беседуя, мы достигли пятого мытарства, называемого мытарством лености, в котором испытываются все дни и часы, проводимые в праздности, и истезуются тунеядцы, живущие чужим трудом, сами же ничего не делающие, а также наемники, получающие вознаграждение за дело, которое как следует не исполняют. В этом же мытарстве подвергаются истезаниям и те, которые не воздают хвалу Богу, и ленятся в праздничные воскресные дни ходить к утреням, к литургии и к иным службам Божьим. Испытуется там также уныние и небрежение о душе своей, и всякое проявление того и другого строго взыскивается, так что весьма многие люди мирского и духовного чина низвергаются с этого мытарства в пропасть. На этом мытарстве я подвергнута была многим испытаниям, и невозможно мне было быть, быть освободной от долгов его, если бы скудость моя, не была исполнена дарованным от преподобного Василия, чем я была искуплена и через это получила свободу. После того шли мы мытарством татьбы, на нем мы также были остановлены, но дав там немногое, скоро миновали его, ибо не нашлось на мне никакого греха татьбы, кроме совершенного мной небольшого проступка в детстве по неразумию. Оттуда мы пришли к мытарству сребролюбия и скупости, но и то скоро миновали, ибо при содействии Господа Бога я не родила о многом стяжании и не была сребролюбивой, но довольствовалась тем, что посылал мне Господь, не была я также и скупой, но что имела, усердно подавала нуждающимся. Поднимаясь выше, встретили мы мытарство лихвы, где испытываются всевозможные лихаимцы и грабители, а также все дающие серебро свое в лихву и приобретающие богатство беззаконными средствами. Злые духи этого мытарства усердно, исследовав все обо мне, ничего не нашли, в чем бы я была повинна, и от ярости скрижетали на меня зубами своими. Мы же пошли выше, благодаря Господа Бога. После того мы достигли мытарства неправды, на котором подвергаются истязаниям все неправедные судьи, берущие мзду и оправдывающие виновных, невинных же осуждающие, там же истязуется удержание платы наемным рабочим, всякая неправильность на весах у торговцев и взыскивается всякая неправда. Но мы благодатья Христовая прошли то мытарство без особых препятствий, мало что давшим мытарям. Также благополучно миновали мы и следовавшее затем мытарство зависти, ничего не дав там, потому что я никому не завидовала. На этом мытарстве испытывали также грехи вражды и ненависти, но я благодатью Христовой и в этих грехах оказалась неповинной. Видя это, бесы пришли в ярость и скрежетали на меня, но я не боялась их и с радостью поднималась выше. Подобным же образом прошла я и мытарство гордости, где надменно гордые духи взыскивают грехи тщеславия, самомнения и величания. Там прилежно эстезуется и то не оказывал ли кто непочтения и неповиновения родителям или старейшинам, получившим власть от Бога, а также прочие грехи гордости и самомнения. Там мы положили очень немного издорованного преподобным Василием, и я сделалась свободною. Тогда достигли мы мытарства гнева и ярости, но и там, хотя и серепы были воздушные истязатели, однако немного от нас получили, и мы пошли дальше, радуясь о Господе Боге, спасающем мою грешную душу молитвами преподобного отца моего святого Василия. После того дошли мы до мытарства злобы, на котором немилосердно истязуются держащие злобы на ближнего и воздающие злом за зло и затем низводятся злобными духами в Тартар. Тартар неизмеримая пропасть, бездна адская. Это слово заимствовано из греческих сочинений, в которых под Тартаром разумеется подземное солнцем никогда не освещаемая и несогреваемая пропасть, где свирепствует холод. У христианских писателей этим словом обозначается место нестерпимого холода, куда будут посланы души грешных людей. Но милосердие Божие там помогло мне, ибо я не держала злобы ни на кого, не помнила зла по поводу содеянных мне неприятностей, но имела ко всем враждующим ко мне незлобе, и по силе моей проявляла любовь к ним, побеждая благим злое. Таким таким образом никакого греха злобы не нашли на мне на этом мытарстве. Так что бесы от ярости рыдали, видя, что душа моя свободно отходит от них. Мы же стали подниматься дальше, радуясь о Господе. Восходя выше и выше, я спросил о ведших меня святых ангелов, умоляю вас, владыки мои, скажите мне, откуда известно страшным воздушным властям о каждом злом деле всех людей, живущих в мире, как, например, о моих злых делах, и при том не только о тех, которые явно сотворены, но даже и о тех, которые соделаны тайно. И сказали мне святые ангелы, всякий христианин от святого крещения приемнет от Бога данного ему ангела-хранителя, который, невидимо, храня человека днем и ночью, наставляет его на всякое благое дело во все время жизни его до самого смертного часа и записывает все добрые дела его в течение всей жизни творимые, чтобы в награду за них человек мог получить от Бога милость и вечное воздаяние в небесном царстве. Точно так же и князь тьмы, желающий привлечь человеческий род к своей погибели, представляет к человеку одного из лукавых духов, который, постоянно, следуя за человеком, следит за всеми злыми делами его творимыми от юности, своими кознями соблазняет его на преступные деяния и записывает все, что человек сотворил злое. Затем, отходя к мытарствам, этот лукавый дух вписывает каждый грех в соответственное ему мытарство. Почему и осведомлены воздушные мытари о всех грехах, творимых людьми? И вот, когда душа какого-либо человека разлучится от тела и станет отходить к Создателю Своему в небесное селение, то лукавые духи, стоящие при мытарствах, преграждают ей путь, показывая все записанные грехи ее. И если в ней найдется более добрых дел, чем грехов, то бесы не будут в силах удержать ее. Если же в ней более отыщется грехов, неже добрых дел, то бесы на время удерживают ее и заключают как бы в темнице, где по попущении Божии, и мучают ее, пока душа та воспримет искупление от мук их по молитвам церкви и через милость нетворимую в память ее ближними ее. Если же какая-либо душа окажется столь грешной и мерзостной перед Богом, что у нее не будет никакой надежды на спасение и будет ожидать ее вечная погибель, то такую душу бесы тотчас же низвергают в бездну, в которой уготовано место вечных мучений и для них самих. И в этой бездне держат ее до второго пришествия Господня, после коего она должна мучиться вечно в гиенне огненной вместе с телом. Но еще и то заметить нужно, что этим путем восходят и такие истязания принимают только те, кто просвещены верой и святым крещением. Неверные же язычники саратыны и все вообще иноверцы этим путем не идут. Еще будучи живы телом, они душой уже мертвы погребены в аде. Потому когда они умирают, то бесы тотчас же без всякого испытания берут души их, как по праву принадлежащие им, и не сгодят в пропасти ада. Когда ангелы все это возвещали мне, мы вошли в мытарство убийства, в котором испытывается не только разбой, но и всякая рана, всякий удар, нанесенный куда-либо, по плечам или по голове, а также всякие заушения или толчки, сделанные во гневе. Все это на мытарстве том тщательно испытывается и на весы полагается, но мы благополучно миновали его, немного положив для выкупа. Также миновали мы мытарство чарований, отравлений, наговорными травами и призываний бесов с целью волшебства. Духи этого мытарства были подобны четвероногим гадам, скорпионам, змеям, ехидным и жабам, и драк их был весьма страшен и мерзок, но там благодатью Христовой не нашлось на мне никакого греха, и мы тот час прошли мытарство, ничего не дав злым мытарям. Скорпионы это вредное ядовитое животное, ехидно ядовитое змея. В ярости они кричали на меня и говорили, вот ты придешь на мытарство блуда, посмотрим, как ты избегнешь его. Когда же мы поднимались выше, меня святых ангелов, владыки мои, все ли христиане проходят эти мытарства и нельзя ли человеку пройти их без всякого истязания и страшных мучений? Святые ангелы ответили мне, для душ верных иного пути возводящего к небу нет, и все грядут этим путем, но не все подвергаются таким истязаниям, каким подвергалась ты, но только подобные тебе грешники, которые несовершенные исповеди грехов своих, совершали перед духовным отцом, стыдясь беззаконных дел своих и утаивая многие из них. Если же кто искренне и по правде не утаивая ничего, исповедует все дела свои, с сердечным сокрушением мкается во всех соделанных им прегрешениях, то грехи такого человека по милосердию Божией невидимы изглаждаются. И когда душа его грядет по мытарствам, воздушные истязатели, разогнув свои книги, не находят в них никаких рукописаний ее грехов и не могут сделать ей никакого зла, так что душа та беспрепятственна и веселье восходит к престолу благодати. И ты, если бы сотворила совершенную исповедь и покаялась бы во всех грехах твоих, не претерпела бы таких грозных истязаний на мытарствах, но теперь тебе помогло то, что ты давно уже перестала творить смертные грехи и добродетельно проводила последние годы жизни твоей, особенно же помогали тебе молитвы преподобного отца твоего Василия, которому ты долго и устердно служила. Так беседуя дошли мы до мытарства блуда, на котором истязуется всякое любодеяние, всякое блудное мысль и мечтание, а также страстные прикосновения и любострастные осязания. Князь этого мытарства восседал на престоле своем облаченной в одежду скверную и смрадную окропленную кровавой пеною, и множество бесов предстояло ему. Увидев меня, шедшую до них, они много дивились, а затем вынеся написанное написание блудных дел моих, обличали меня, указывая с кем, когда и где я грешила во время юности моей. И не имела я ничего, чтобы возразить им, и от страха трепетала исполнившись стыда. Тогда ангелы сказали бесам, но ведь она уже много лет не творила блудные дел и постнически в чистоте и воздержании прожила все последние годы своей жизни. Бесы ответили им, знаем, что она уже давно отстала от блудного греха, но все же она принадлежит нам, потому что не совершенно, не вполне искренне каялась перед своим духовным отцом, содеянных раньше грехах, многое отставьте ее нам или выкупите ее добрыми делами. Ангелы положили им многое от добрых дел моих и еще большее от дарования преподобного Василия, и едва избавившись от лютой беды, я была унесена оттуда. После того мы достигли мытарства прелюбодеяния, в котором исцезуются грехи, живущие в супружестве и не соблюдающие супружеской верности, но оскверняющие свое ложе, а также всевозможное похищение девственней с целью распления их и всякие блудодейственные насилия. Здесь же исцезуется падение тех, кто посвятил себе Богу себя и дал обет соблюдать жизнь в свою чистоте и девстве, но потом не сдержал этого обета. На этом мытарстве и я была обличена как прелюбодеяца и не имела ничего, чтобы сказать свое оправдание. Так что немилосердные истязатели, скверные нечистые духи уже намеревались похитить меня из рук ангельских и не извести на дно ада. Но святые ангелы вступили в спор с ними и представили все последующие труды мои и подвиги и таким образом искупили меня всеми оставшимися добрыми делами моими, которые положили там все до последнего, оставив вместе с тем и весьма многое здорованного преподобным Василием. Все это они возложили на весты против моих беззаконий и, взяв меня, понесли далее. Тут мы приблизились к мытарству содомских грехов, на которых эстезует противоестественные грехи мужчин и женщин, мужеложество и скотоложество, кровосмешение и иные тайные грехи, о которых стыдно вспоминать. Князь этого мытарства имел весьма скверный и безобразный вид, и весь был покрыт смрадным гноем. Слуги его во всем были подобны ему, смрад их был весьма нестерпимый. Вид мерзкий и страшный, ярость и лютость чрезвычайная, чрезмерная. Увидев нас, они поспешно выше навстречу отступили нас, но не найдя во мне по милости Божией ничего, за что бы могли привлечь к суду своему, со стыдом отбежали, мы же с радостью пошли далее. Поднимаясь выше, ангелы сказали мне, вот и Феодора видела страшные и мерзкие мытарства блудных дел, зная, что немногие души проходят эти мытарства беспрепятственно, так как мир во зле лежит. Люди же весьма слабые от юности пристрастны к любодейным грехам. Мало, очень мало людей умерщвляющих свои плотские похоти, и поэтому редко кто эти мытарства проходит свободно и беспрепятственно. Напротив, весьма много таких людей, которые дошедшие до этого мытарства, здесь погибают, ибо истязатели блудных дел похищают пристрастных к любодеянии людей и извергают во ад, подвергая их жесточайшим мукам. Князи блудных мытарств даже похваляются, говоря, мы одни более всех других мытарей воздушных пополняем число низвернутых на дно ада, которое таким образом как бы вступает в родство с нами, подвергаясь одинаковой с нами участию. Поэтому, Феодора, ты возблагодари Бога за то, что молитвами преподобного отца твоего Василия миновало эти мытарства, и больше не испытаешь какого-либо зла, и не будешь знать страха. Между тем мы подошли к мытарству ересей, где истизуется неправое мудрование о вере, отступление от православного исповедания веры, неверие, сомнение в истинах богооткровенного учения, хулы на святыню и тому подобные грехи. Это мытарство я миновала без всякого испытания и была уже недалеко от врат в небесное царствие. Наконец встретили нас злобные духи последнего мытарства, называемого мытарством жестокосердия. Истязатели этого мытарства весьма жестоки и люты, но особенно лют князь их, имеющий весьма унылый и скорбный вид, дышащий огнем ярости и немилосердия. На мытарстве том, без всякой милости испытывается души немилосердных. Если кто-нибудь, хотя и совершит многие подвиги, будет постоянно соблюдать посты и усердно молиться, а также сохранить неоскверненную чистоту свою, но при этом окажется немилостивым и затворит сердце свое для ближнего, тот низвернется оттуда в ад и заключается в бездне и таким образом сам остается лишенным милости. Но мы этому тарса благодати Христовой миновали без особых препятствий благодаря молитвам преподобного Василия, даровавшего нам от своих добрых дел многое для моего искупления. Так, миновав все страшные мытарства, мы с радостью великой приблизились к самым вратам небесного царствия. Были эти врата подобны светлому кристаллу, и от них исходило неизреченное сияние. У врат стояли световидные юноши, которые, видя меня, несомые руками ангельскими исполнились веселье, радуясь, что я избавилась с воздушных мытарств, и с любовью встретив нас, ввели через врата внутрь небесного царствия. И что я там видела и слышала о чадо Григория, продолжала блаженная Феодора, о том невозможно рассказать подробно. Видела я, что око человеческое не видела, и уха не слышала, и на сердце человеку не приходило. Наконец предстала и пред престолом божественной славы, окруженным Серафимами, Керувимами и множеством небесных воинств, неизреченными песнями всегда славящих Господа. Тут я падше поклонилась невидимому и неведомому Богу, и воспели небесные силы сладкозвучную песень, прославляя божественное милосердие, которое не могут препобедить никакие грехи человеческие. От престола же славы Божией в это время раздался глаз, повелевающий ведшим меня святым ангелам, показать мне все райские обители святых и все мучения грешников, и потом водворить меня в обитель преподобного Василия. И водили меня святые ангелы всюду. Так что я видела множество прекрасных селений и обители исполненных славой и благодати, обители, которые были уготованы любящим Бога. Видела я там обители апостольские, пророческие, мученические, преподобнические и другие, особые для каждого чина святых. Каждая обитель была неизреченной красоты, широтой и длиной уравнялась, сказала бы я царьграду, но при этом отличались несравненно большей красотой, имея много светлых палат нерукотворенных. Всюду в обителях тех раздавался глаз радости и веселья духовного, и видны были лики веселящихся праведников, которые, видя меня, радовались о моем спасении, с любовью встречали меня и лобызали, восхваляя Господа избавляющего меня от святей и вражи их. Окончив обхождение райских обителей, я не разведена была в преисподней земли и видела страшные и нестерпимые муки в аде грешникам уготованные. Показывая их, святые ангелы говорили мне, смотри, Феодора, сколь жестоких мук избавил тебя Господь молитвами святого угодника своего Василия. Обходя пропасти ада, я слышала и видела там плач, вопль и горькое рыдание пребывающих в тех муках. Одни из них вопияли, о горе нам, другие воздыхали, увы, как тяжко нам, третьи проклинали день рождения своего. После всего ветшие меня ангелы привели меня в обитель преподобного Василия, которую ты видишь, и ныне преподобный Василий память о тебе творит. И поняла я, что пришла в это место успокоения сороковой день по разлучении моем от тела. Сороковой день по разлучению души от тела, по учению церкви, оканчивается хождение души по мытарствам и произносится временный суд над ней, после которого она водворяется или на месте веселья, или на месте мучения, где пребывает до времени второго пришествия Господня на землю и окончательного суда Сына Божия над людьми. Все это преподобная Феодора поведала Григорию в сонном видении и показала ему красоту обители, в которой она находилась, и все духовные богатства ее, собранные многими трудами и потом блаженного отца Василия. Здесь окончилось видение. По окончании его Григорий воспрянул от сна и много размышлял, удивляясь виденному и слышанному от блаженной Феодоры. Поутру же он пошел к преподобному Василию, чтобы получить от него обычное благословение. Преподобный спросил его, Феода Григорий, где ты был в эту ночь? Он же, как будто ничего не ведая, ответил, спал отче на постели моей. Старис сказал на это, знаю, что телом ты почивал на постели, духом же ты был в ином месте. Или ты забыл, что открыл тебе Бог этой ночью в сонном видении? Вот ты получил, что так сильно желал. Видел Феодору, слышал о переходе ее в будущую жизнь от нее самой. И был в обители моей, которая по благодати Христовой уготована мне ради малых трудов моих. Таким образом ты созерцал все, что желал знать. Услышав такие слова, Григорий познал, что сон его был не ложным мечтанием, но действительным откровением от Бога и сходотайствованным молитвами преподобного. Тогда, возблагодарив Бога, он поклонился духовному отцу своему, после чего получил от него приличные сбучи и наставления. Тот же Григорий в другое время впал по пущениям Божьим в некое сомнение о вере. Прилеже, читая книги Ветхого Завета, он возымел помышление в уме своем, что евреи право веруют, и пребывал в этом помысле довольно долго. Уразумев духом, что Григорий впал в искушение, прозорливый старец обличил его, и после многого увещания снова испросил ему откровения от Бога. И вот Григорий опять увидел дивное видение, в котором перед его духовными очами предстал образ совершения страшного суда Божия. Увидел он вечного судью на престоле сидящего, праведников одесну и судьи стоящих, и грешников, находящихся слева, и судимых по делам их. Были там и иудеи, и язычники, причем Григорий увидел иудеев осужденных вместе с язычниками и низвергнутых в гиенну. Вместе с осуждением грешников Григорий узрел и прославление праведников, и все это описал впоследствии весьма пространно. Это описание можно найти в великой чите Минея, разумеется, Минея чите всероссийского митрополита Макария 1543-1564 года. Называются они великим, потому что представляют собой полное собрание всевозможных статей исторического и нравоучительного содержания, приноравленных ко дням праздничным и памяти святых, где подробно изображена жизнь блаженного отца нашего Василия и все видения ученика его Григория. Нам же надлежит окончить свое повествование в предложенном сокращенном виде. Среди трудов и подвигов продолжительной жизни исполнены чудотворения и пророчества. Преподобный отец наш Василий приблизился ко времени своего отшествия на небо. Кончина его наступила в преклонных летах, ибо в Царьград он был приведен уже тогда, когда ему было немало лет, да и в Царьграде он прожил около пятидесяти лет, так что всего он прожил около ста лет, по истесении коих и перешел в жизнь вечную, и дежели та его не оскудеют. Кончину свою преподобный Василий удостоился предвидеть и предсказал о ней возлюбленному ученику своему Григорию. Это было при таких обстоятельствах. Григорий имел обычай на всю святую четыридесятницу затворяться в доме своем и без выхода находиться в нем, пребывая в посте и молитвах, полагая множество поклонов и без сна. И вот однажды, ввиду приближения четыридесятницы, Григорий пришел к преподобному принять от него по обычаю благословение на предлежащий постнический подвиг в затворе. Преподобный настаивал его в продолжительной беседе о душе и подав ему свое благословение, напоследок сказал «Иди, чадо, с миром в дом свой, меня же телесными очами более не увидишь в жизни сей». И обняв Григория, преподобный с любовью облабызал его. Григорий, припав к ногам святого, омочил их слезами своими, плача и рыдая по поводу своего разлучения с ним, затем пошел к себе и по своему обыкновению затворился на весь пост. Преподобный же Василий седьмицу средопустную марта двадцать пятого в самый день благовещения при святой Богородице, предал святую душу свою в руки Божии. Святой Василий Новый представился в царстве Константина Порфиро-Родного близ половины десятого века, а честное тело его было погребено в монастыре святых мучеников Флора и Лавра. После того было видение одному благочестивому мужу, жившему в Царьграде. Он увидел дом великий и прекрасный, у которого врата а над ними находилась надпись, гласившая «Обитель и вечный покой блаженного Василия Нового». Прочитав эту надпись, муж тот стал удивляться красоте здания. Тогда из него вышел прекрасный юноша и сказал благочестивому царьградцу «Чему ты так удивляешься? Вот ты увидишь нечто еще более дивное». С этими словами он отверз врата здания и глазам удивленного мужа предстали палаты весьма высокие и прекрасные. Красота коих превосходит все, что только можно вообразить. В одной из палат он увидел преподобного Василия, сидящего среди великой славы царском престоле и окруженного многими светлыми мужами и юношами. Видны были там и сады прекрасные, преисполненные всем, что только может радовать и веселить сердце человеческое. При этом был слышен глаз, исходящий изнутри. Такое воздаяние приемлет по представлению все возлюбившие Бога и усердно послужившие Ему. Это видение муж тот поведал многим, и все слышавшие прославляли Бога, почитая память угодника Божия преподобного отца нашего Василия Нового. Да сподобимся же участи любящих Бога и мы по молитвам Святого Василия благодатью Господа нашего Иисуса Христа коему соотцом и святым духом честь и слава вовеки Аминь. Богу нашему слава во веки веков Аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала.